Всех приветствую! У себя на канале опубликую видеообращение. Для всех тех, у кого возникнут вопросы, кто не знаком, это Андрей, руководитель общественной организации «Брутальная качалка». Уже на протяжении двух лет он и его команда помогает одиноким и маломобильным жителям нашего города. Также всем тем, кто обращается за помощью, вместе взаимодействуем. Также являюсь одним из участников общественной организации, волонтером. Один из самых ленивых и бесполезных, но тем не менее. Поэтому взаимодействуем вместе, реквизиты, которые будут размещены в описании под видео, и также ссылка на инстаграм, где вы сможете ознакомиться с деятельностью, соответственно, получить отчеты, конкретная ситуация конкретного человека, просьба о помощи. У всех, у кого будет такая возможность, по ссылке можно перейти на банку Монобанка и принять участие в сборе для дорастающих медикаментов одной из жительниц нашего города. В общем-то, все вы увидите сами. Из тех денежных средств, которые хранятся у нас и задействованы для помощи тем, кто обращается, также определенную часть мы смогли пожертвовать. И прикрепляю обязательно видеоотчет, точнее фотоотчет. Это два скриншота для того, чтобы хоть никто и не спрашивает, но чтобы ни у кого не было соблазна и искушения подумать, что мы собираем себе на виллу на Мальдивах. Всем хорошего дня, спасибо за то, что помогаете. И также огромное спасибо за обратную связь, потому что многие выходят с нами на прямую связь не только для того, чтобы помочь, но и сказать о том или ином человеке, которым они владеют информацией. И оказывается, они могут быть даже под боком, о которых мы не знаем, которые, собственно, в этой помощи и нуждаются. Всем мира, добра и до встречи. К нам за помощью обратилась семейная пара. У девушки онкология. К сожалению, в связи с тем, что у нее нет щитовидной железы, стандартные методы лечения, такие как химиотерапия, облучение, не подходят. Врачи назначили принимать курс лекарств. Чтобы вы понимали, на один месяц стоимость этого лекарства составляет около 50 тысяч гривен. И это только это лекарство. Конечно же, семья потянуть такое не может. Благодаря добрым людям мы нашли одну упаковку. Я очень благодарен человеку, который нам помог. И помог этой семье. Но в дальнейшем придется искать еще эти лекарства. Впрочем, я сейчас вам все покажу. Вот это наш волонтерский автомобиль. Какой-никакой старенький, но он на ходу, он спасает человеческие жизни. И его максимальная цена, я так думаю, но пусть 25 тысяч гривен. А вот эта маленькая коробочка, это лекарство, которое должно спасти человеческую жизнь. Его цена около 50 тысяч гривен на месяц. Ну скажите, кто может себе это позволить? А лечиться надо не один месяц. Друзья, нет ничего ценнее человеческой жизни. И честно говоря, я не пойму, когда человечество свернуло не в ту сторону. Почему такие цены? Я тогда передаю вам вот эти лекарства, от добрых людей, как говорится. Держите. И скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, врачи говорят, будет длительное лечение. То есть эти препараты придется принимать довольно длительно. Да. Помимо этих препаратов, надо еще дополнительные. Там витамин D3, да, кальций, что-то такое. Витамин D3, литрозол, золодекс. Литрозол я вам тоже найду, только дайте мне пару дней, хорошо? И смотрите, вот этот препарат, кискали, или как он, кискали, как правильно, да? Это самое основное, то, что надо. То есть самое дорогостоящее, в районе там 50 тысяч, да, там, ну где, в какой аптеке, да? Все, понял. Вот это все анализы, которые надо будет потом сдавать после приема препаратов, да? Это раз в месяц? Нет, через две недели там общий анализ крови, там, и все остальное. Вот это получается раз в три недели, четыре недели, потом выбрать. То есть принимается препарат, а потом идет контроль вот этого всего, да? Я не стал дальше мучать Ирину своими допросами, особенно на камеру. Было видно, что она очень сильно переживает, очень стесняется, это естественно. Я долго с ней общался, выяснил все, что нужно. Но хочу вам сказать одно, это молодая, красивая девчонка, у которой есть ребенок, есть семья, и я очень хочу ей помочь. Живет она в Славянске, в нашем родном городе, поэтому хотелось бы помочь этому человеку. Все-таки чудеса бывают. Друзья, я создам отдельную банку, назову ее «Помощь Ирине». Кто хочет поучаствовать, помочь этому прекрасному человеку, если вы мне доверяете, я буду очень благодарен. Все отчеты, конечно же, будут, как всегда. Продолжение следует... Продолжение следует...